В матче первого круга в Казани пермики уступили 0-2, поэтому неудивительно, что они жаждали реванша. В этом сезоне Амкаровцы на своем новом газоне в чемпионате России обыграли лишь одну команду, Сатурн из Равенского. Остальные матчи завершились ничайными результатами. Рустам Кузин, игравший за Амкар последние пять лет, в стартовом составе Рубина не вышел. Он появился на поле в середине второго тайма. Чувство, конечно, самое хорошее, потому что в первую очередь то, что пять лет проведенные здесь, они были сами запоминающими в моей футбольной карьере. Поэтому я очень рад, что я приехал, что я вышел на эту игру, на этот матч, что, по крайней мере, я не слышал в свой адрес плохих слов. Слышал то, что обо мне отзывается и помню здесь. С первых же минут казанцы стали доказывать, что не зря Рубин занимает место в лидирующей группе чемпионата. Они были явно активнее хозяев и лучше действовали и в нападении, и в защите. Первые 20-25 минут мы запутались в оборонительных действиях, в построениях, в перемещениях соперника. И хорошо, что за эти минуты нас, в общем-то, они не наказали. А Чижик там по правому флангу проскочил опасно несколько раз. И перед центральными защитниками у нас постоянно находился один из игроков неприкрытых Рубина. В общем-то, вот эти минуты одними из самых сложных были в матче. На 26-й минуте показалось, что казанцы смогут наконец-то открыть счет. Но вовремя вышедший из ворот Левенец ликвидировал опасность. Изменилась ситуация в середине первого тайма. Пермики дважды имели возможность забить, но оба раза ее опустили. На 43-й минуте травму получил защитник Пермяков Алексей Попов. Его место занял Дмитрий Белоруков. Впоследствии оказалось, что эта замена стала ключевой. По раздевалке поговорили, сказали, что Дима зацепил и забил. Это не столь важно. Главное, мы выиграли. Во втором тайме рисунок игры не изменился. Обе команды больше времени проводили в середине поля. Под занавес матча, когда казалось, что от ничей не уйти, Саркисян удачно пробил штрафной. Показалось, что именно Белоруков переправил мяч в ворота. После игры главный тренер Рубина Курбан Бердыев был сильно расстроен и немногословен. Ну, комментарий короткий. Я думаю, что победа Амкара заслужит. И все. Моментов немного. Удастся реализовать какой-то или нет, от этого зависело. Вот сегодня удалось. Ну и слава богу, не пропустили. Потому что тоже редко, когда Рубин хотя бы один мяч не забивает. Мне кажется, Амкару больше повезло, с чем я ее поздравляю. Все-таки команда мне не чужая. Поэтому я очень за нее рад. И с двух очками их поздравляю. По эмоциональному напряжению это была одна из самых трудных игр за последнее время. И соперник очень грамотный. Особенно тяжело было в первом тайме, когда Рубин несколько нас переигрывал тактически. Но в втором тайме, после первой мы внесли коррективы. Я думаю, что второй тайм уже так по ощущениям и по счету мы выиграли. Сейчас Перемяков ждет московский локомотив. Игра состоится 28 августа. Сергей Лекомцев, Александр Сегалаев. Перемь специально для программы «Футбол России». Перемь специально для программы «Футбол России».